В целях поддержки детей с особыми потребностями в развитии и создании условий для их образования в настоящее время в 62 школах города функционируют классы инклюзивного образования. Из них три школы имеют коррекционно развивающие учебные классы. Здесь учатся дети, которые вследствие различных причин испытывают трудности в обучении и адаптации к школе. Таким образом, предусмотрено повышение познавательной активности учащихся с особыми потребностями. Отметим, что сегодня в этих школах работают 29 логопедов-дефектологов, а во всех учреждениях среднего образования есть специалисты-психологи. Школы также обеспечены педагогами-ассистентами по мере необходимости. Например, у нас каждая школа, она должна создавать условия для инклюзивного образования. У нас из 68 школ города в 62 школах имеются классы инклюзивного образования. То есть, если есть необходимость в индивидуальном сопровождении, вот как я говорила, педагог-ассистент при назначении ПМПК, тогда ребенок обеспечивается педагогом-ассистентом. А психолого-педагогической коррекцией, поддержкой, это уже в каждой школе, если в этом классе есть ребенок, который требует индивидуального подхода в сопровождении. Кроме того, в дошкольных учреждениях, то есть в шести детских садах, работают 13 коррекционных групп. Ими охвачено 195 детей. Также есть центры коррекции и абилитации. Одним из них является специализированный центр «Жархен-Болошах» для детей с расстройствами аутистического спектра. Стоит отметить, что в Шенкенте, Ахтау и Павлодаре сейчас работают филиалы центра. Учреждения существуют уже почти семь лет. За последние три года из воспитанников центра приняли на обучение в средние школы более 40 детей. Недавно центр стал победителем специальной премии президента Аруана в номинации «Лучший проект в области инклюзивного образования». «Мы все записываем и регистрируем. За семь лет более двух тысяч детей. То есть, если мы посчитаем детей, которые приходили к нам на консультацию, то их будет больше двух тысяч. Ведь иногда в день записываются по два-три ребенка, проходят консультацию психолога, диагностику. К нам каждые два-три месяца приезжает врач-невропатолог из Алматы. В летнее время приезжают дети из других городов и областей. В учреждении детям помогают получать образование, понимать окружающую среду и общество. Проводятся различные игры, что способствует развитию творческих навыков. В средней общеобразовательной школе им предоставляется возможность обучаться параллельно». «В прошлом году в моей группе было 10 детей. Все 10 сейчас учатся в школах, в первом классе. Они учатся в нашем городе в 17-й школе и в школе поселка Шульбинск. Есть дети, которые учатся в специализированных классах. Также есть ребята, которые обучаются с помощью тьютера». По словам сотрудников коррекционного центра, их главная задача – это научить детей элементарным навыкам и поддерживать их родителей.